Это очень важно осознать, а всё почему, а всё почему, почему-то такие безинициативные, почему с упадком сил, почему с отсутствующим настроением, не способны люди что-то делать, даже просто поднять попу и пойти в спортивный зал, потому что нет энергии. Вот я сегодня хотела с вами об этом поговорить, нет энергии. Или люди говорят, ну для себя мне не надо, а так, чтобы для кого-то было, ну мне не для кого. А я хочу спросить, а для кого вообще ты живёшь? Для какого-то эфемерного мужчины, которого ещё нет в твоей жизни? Или для ребёнка, который сейчас занимается собой на самом деле, просто занимается собой, но на тебя поглядывает, как я буду в 50 выглядеть, как я буду в 60 выглядеть. Собой нужно заниматься для себя, чтобы вы нравились себе в зеркале, как с одеждой, так и без одежды. Чтобы вы шли по берегу моря и все смотрели на вас, не потому что это ужасно, а потому что вы красивы. Поэтому, друзья, мне не для кого, а для себя не надо, это очень странный вопрос. С таким вопросом, откуда взяться деньгам на жизнь, откуда взяться здоровью, откуда взяться хорошим взаимоотношениям. На всё это нужна энергия. Давайте сегодня поговорим об этой энергии. У многих людей, знаете, как они, они очень поздно просыпаются, очень долго расхаживаются, пьют кофе, потом кофе, потом ещё кофе. Наконец-то доплетаются до работы, где засыпая, пытаются, ну как, бороться со сном. И ждут, когда же я вернусь домой для того, чтобы что? Лечь спать, ложаться спать, а сон не приходит. Мучительная ночь, в кого попадаю единички ставьте. Мучительная ночь, когда ты слышишь абсолютно всё, абсолютно всех, что там соседи делают, как там в городе звенит колокол и так далее. Всё вы слышите, а сон не идёт. И потом утром всё заново, без всякой возможности вырваться из этого порочного круга. Это почему такой упадок сил? Это почему такая апатия? Ну, позвольте мне, позвольте мне всё-таки эту взаимосвязь вам подчеркнуть, потому что ну так нельзя. Ведь это всё в ваших руках. Поэтому сегодня моя песнь, друзья, это очень странно, конечно, но моя песнь сегодня о маленьких-маленьких органеллах, которые живут, надпочечники согласны, ещё глубже сегодня пойдём. Маленькие органеллы, которые живут в каждой нашей клетке, и эти органеллы что делают? Они для нас энергию делают. Это клеточные энергетические станции. Кто догадался, о чём я говорю? Вы у меня такая обученная аудитория, я точно знаю, что вы догадались, о чём я говорю. Сегодня я хочу вам рассказать о митохондриях и о том, как они дают нам синдром хронической усталости. Даже не то, чтобы нам, каждой клетке, просто клетке головного мозга тоже митохондрии содержит, и они зависимы от количества этой клеточной энергии. Либо не дают. Представьте себе такую маленькую-маленькую инфузорию туфельку. Да, точно-точно. Эта маленькая инфузория туфелька имеет наружную мембрану и имеет много-много внутренних мембран. Вот эти чёрточки, это внутренняя мембрана. И энергия рождается на внутренней мембране. Расскажу вам историю, как эти митохондрии вообще образовались. Когда-то одноклеточные организмы, которые населяли эту вселенную, нашу, наш мир, они брали глюкозу и в отсутствие кислорода из одной молекулки глюкозы получали всего две молекулы энергии. Это всё равно, что вы зашли в дом, а у вас одна лучинка горит в туалете, так, чтобы не промахнуться, да, а вторую лучинку вот в прихожей горит, вы её берёте и несёте на кухню, если вам нужно на кухне, или в спальню, если вам нужно в спальне, или книжку подсчитать в комнате. Вот у вас всего две лучинки. Это было очень медленное эволюционное развитие, потому что на дефиците энергии вдруг появляются микроорганизмы, которые... Что там? Что там плохо слышно? У меня тут всё чётко. Скажите, хорошо ли слышно? И появляются маленькие микробики такие, которые научились брать глюкозу и в присутствии кислорода её на внутренних своих мембранах сжигать и получать 36 молекул. Энергии, ладно, 34 молекулы энергии. 34! Вы заходите в дом, а у вас только в коридоре 6 лампочек, у вас есть компьютер, это тоже считаем источник, который берёт энергию, у вас холодильник, у вас микроволновка, всё, нашпигованная, вся квартира элементами освещения и, ну, представляете, вот такая квартира, хотелось бы вам в такой квартире жить. И тогда те старые микробы, которые анаэробно извлекали себе энергию, пришли к новым микробам, которые аэробно извлекали энергию и говорят новым микробам, миленькие новые микробы, вы так хорошо делаете энергию из пищи, можете с нами поделиться? А эти маленькие, новенькие говорят, с какой-то стати мы будем с вами делиться, вот ещё чего не хватало, мы сами будем себе делать энергию. А тогда те большие и старые говорят, а мы пригласим вас в своё внутреннее пространство, тогда на вас не будет внешнего воздействия, мы будем вас защищать, мы будем вас оберегать, вы будете иметь ещё одну наружную мембрану. Вот, в общем, делайте, пожалуйста, энергию только для себя, но если у вас будет остаток излишек, то мы будем очень рады использовать этот излишек АТФ. И они в конечном итоге договорились. То есть раньше вот митохондрии, это были другие симбиоты, называется бессимбиотический союз. А когда они объединились, действительно, оказывается, митохондрии делают только для себя энергию, но её так много, что только им мало. И получается, им много, только им это много. И получается, что остальные молекулы АТФ идут в цитоплазму общей клетки, и клетка делает белок. Если надо, синтезируют какие-то ферменты, если надо, синтезируют какие-то гормоны. Она может поделиться, она может расти. И это называется жизнь. Как вам? Как вам? Как вам вообще эта история? Мне очень нравится эта история. Вот эта история, когда один помогает другому. А вот теперь я вам отвечу, почему упадок сил и апатия. Просто обязана ведь вам ответить. Почему упадок сил и апатия? А потому что мы берём глюкозу, очень часто, ну пищевую глюкозу. Например, человек там утром овсянку поел, в обед он поел макароны с рисом, макароны с сыром, ладно. А вечером ещё там друзья в пиццерию пригодят. Ну, в общем, я смотрю, как люди едят. Ужасно, честно говоря. Кстати говоря, в Швейцарию смотрю на людей, они мне нравятся. Мне тут нравятся почти все мужчины. В постсоветском пространстве ходишь и вообще не понимаешь, на кого было смотреть. Ни на кого не смотришь, потому что это некрасивые... Ну, я сейчас о мужчинах. Для меня пузо это уже всё, это уже некрасивый мужчина. А здесь все поджары в любом возрасте, все улыбчивые. Потому что они не едят так, как нас научили в постсоветском пространстве. Так вот, они не делают передозировку по углеводам, ходят по горам и так далее. Швейцарцы... Ладно, это отдельная история, может быть, когда-нибудь расскажу. А сейчас почему упадок сил и апатия? Глюкоза превращается в перуват. Это в клетке, не в митохондрии. В клетке, в клетке. А потом она попадает за мембрану митохондрии, перуват. Проникает за мембрану внутрь митохондрии. И из этого перувата делается основное такое предвещество, которое можно... Его можно сделать из жиров, из глюкозы, из белка. Ацетил, видите, эскоэнзим А. И вот он уже превращается в цитрат и идёт в такой кружочек, который создан полдюжины ферментов. То есть он будет сожжён с образованием энергии. Причём это будет 36 молекул энергии. Это много. Самой митохондрии столько не надо, поэтому она поделится в цитоплазмной клетке. Если до завтрака вы дали углеводы, например, то и хорошо. Энергия нужна клетке. Она скажет, спасибо, спасибо, спасибо. А если вы добавили углеводов ещё в обед, в цикл крепса они уже не пойдут, в цикл трикарбоновых кислот, потому что клетка не хочет себя, ну, митохондрии, если больше не нужно, чем на её нужно, она просто не будет сжигать. Она просто вышвырнет назад цитоплазму, скажет, забирайте, мне не нужна энергия, я могу себя перегреть, я просто могу обуглиться, нафига вы мне даёте опять глюкозы. Примерно так говорит. Поэтому если есть избыток АТФ, если есть избыток АТФ, то всё, просто назад возвращается этот цитрат уже, и из него делаются триоцилглицериды, это жир на боках. А если сильно не повезло, то делается ещё холестерин. Это жир, который откладывается на внутренние стенки кровеносных сосудов и до полного их окклюзии, до полного их закрытия. Вот, понимаете, в чём дело? То есть фактически развивается вот этот механизм. Клетка жиреет, потому что в клетке откладываются жиры, триоцилглицериды. А клеткой хозяин не пользуется, но при этом я замечаю, клеткой хозяин может не пользоваться. Вот, например, мои клетки, я вешаю 60 кг, из них 41 кг мышечной массы. Я могла бы лучше, если бы это было бы 45 кг мышечной массы, я бы вообще была богиня Афродита. Но я как бы стараюсь, я иду к этому постоянно. То есть моя задача наращивать мышечную массу в собственном теле. Вот и представьте, из 60 кг у меня, например, 40 кг мышечной массы. И если я не пользуюсь всеми 40 кг, ну, пользуюсь, чтобы дойти от туалета до холодильника и назад. Но это не значит, что я есть буду так же плохо, как я двигаюсь. Кушают, все хорошо кушают, да? Все хорошо кушают, прям замечательно кушают. И завтраки у нас, и обеды, и ужины, и ещё перекусы, все замечательно кушают. И получается, что этот процесс длиною в жизнь. Накапливаются жиры, накапливаются жиры, накапливаются, и ещё накапливаются. И клетка становится, знаете, когда её нашпиговать жирами, ей вроде бы уже и не нужна эта энергия АТФ. Ну, просто много запасного питательного вещества. Ей же не пользуются. И всё больше пищи переводится в жиры. И всё меньше энергии АТФ образуется в этой клетке. А если это клетка головного мозга? Жирухаю, да. А если это клетка вашей щитовидной железы? Друзья, там же точно такой же механизм. Только эритроциты не имеют митохондрии. Только они не имеют митохондрии. Но у них совершенно они в привилегированном состоянии. Там глюкоза, ну, сразу как энергический объект. Ну, в общем, там отдельная история. А так все остальные клетки имеют кучу митохондрии. Вот поэтому упадок сил и энергии. Всё, что вы едите, откладывается. Мне одна женщина в 110 килограмм сказала, Лена, да я ем как воробушек. Я хотела сказать, боже, почему ты выглядишь как гемотик? А потом она же мне сказала, а можно я пойду в систему старости? Нет, без нулевой ступени, без физической активности. Сейчас сказала, да, конечно. Нет, вот поэтому упадок сил и энергии. Жиров больше в каждой клетке, а энергии всё меньше и меньше. Вы видели когда-нибудь полного человека, как он неуклюже двигается? Он старается сохранить своё тело в каком-то определённом положении. Лучше сидеть, а ещё лучше лежать. Чем меньше движения, тем лучше. Примерно так же себя чувствует и клетка. Но это ещё не всё, это ещё не всё. Ещё объясню, почему упадок сил. Друзья, теперь смотрим на клетку. С точки зрения, вот клетка, вот гормон инсулин. Вот гормон инсулин может среагировать со своим рецептором. И клетка берёт и портал открывает для глюкозы. То есть, когда гормон инсулин приходит к своему рецептору, нажимает на него, то портал для глюкозы открывается. Вот инсулин присел, портал открылся. Всё отлично. А теперь поставьте себя на место этой клетки. Она говорит, милые, зачем столько глюкозы? А вы знаете, что существуют ещё белки, жиры? Почему мне дают только глюкозу? Мне нужны белки, чтобы себя построить, жиры, чтобы мембраны построить. А мне дают одну глюкозу? Да идите вы, я уже жирная клетка. Я уже не могу смотреть на себя в зеркало. Отстаньте от меня, до свидания. И что она делает? Она портал к глюкозе берёт с поверхности мембраны и прячет внутрь. Инсулин подходит, действует. А глюкоза знает, там есть портал. Она пытается в этот портал сунуться, в эти открытые ворота. А ворот нет. Сим-сим, откройся, орёт глюкоза. А ворот нет, потому что клетка спрятала это внутрь. Ну, тут не так нарисовано, но вот этот портал зелёненький, он спрятан внутрь. Это называется инсулинорезистентность, друзья. От когда пришла инсулинорезистентность, это пришла хана, друзья.